Дорогие друзья, если вам нравится данный контент, просьба помочь кто чем может. Хотя бы рублей 20-30. Пожалуйста, не проходите мимо. Помогите, пожалуйста. Здравствуйте, на табло пока нули, но мы уверены, что через 90 минут там будут гореть совсем иные цифры. Да, как вы уже догадались, мой коллега Черданцев Георгий, а вместе с ним и я, Генич Константин, ожидаем сегодня парад голов. Сегодня «Зенит» встречается с московским «Динамо». Команда на поле и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. Александр Ерохин. И вратарь забирает этот мяч. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. На пару решили разыграть эту комбинацию. Потерял он мяч, но кому он достанется? Играют в пас и держат один темп, не стараются пока обострить игру. Алексей Ионов. Продолжает идти вперед. В мяч сыграно. Панченко. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Хотели они провести быструю атаку, но сами потеряли мяч. Теперь надо обороняться. Алексей Ионов. Кирилл Панченко. Вандерсон. Динамо идет вперед. Доменико Кришетов. Здесь защита справляется. Мяч отобран. Александр Ташаев. Кирилл Панченко. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. Удар! Надежно играет защитник. Атака прервана. А вот и атака питерцев. Есть варианты, куда сделать пас. Александр Кокорин. Кокорин! Зенит будет сбрасывать мяч и до ворот совсем недалеко. В этой атаке оборону пройти не удалось. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Алексей Ионов. Алексей Ионов. Зотов. Тут может что-то получиться. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Нужно выходить вперед! Братарь спасает своих мяч в его руках. Зотов. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Вандерсен. А красивый мог быть пас. Александр Ерохин. Ушел мяч за боковую. Зенит сбрасывает. Бронислав Иванович. Доменику Кришету. Подавай! По запасам следует много передач и владения мячом. Они показывают, что умеют с ним обращаться. Момент для удара! Ай, да как кипер! Ай, да молодец! Мяч уходит на угловой. Зенит будет подавать. В центр штрафной подан мяч с углового. Вынос! Мяч не задержался в штрафной. Может получиться интересная атака. Александр Ерохин. Хорошо укрывает мяч корпусом. Решил пробить. Мяч у защитника. Он сыграл надежно. Шатов. Антон Шунин. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Надо забивать! Забивает он гол! Да! Да, сыграл действительно классно. И воплотил в забитый мяч преимущество своей команды. И это гол в раздевалку от Зенита. Своевременный гол. И на перерыв они уходят с хорошим настроением. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Повтор этого гола. Повтор этого гола. После этого гола Зенит впереди и команды начинают с центра поля. Заканчивается первый тайм 1-0. Хороший первый тайм он провел. В общем-то именно его гол, вот этот гол в концовке первого тайма все изменил. И соперника здорово подкосил, по-моему. Так что вопросов тут никаких. Играет он сегодня очень ярко. Первый тайм Зенит может занести себя в актив. Посмотрим, что покажут команды во втором. Александр Ерохин. Хороший пас во фланг. Здорово сыграно. Вандерсон. Это может быть опасная атака. Очередной точный пас в его исполнении. Александр Ерохин. Нужно забивать. Удар в перекладину. Защитник разрядил. Обстановку будет аут. С заменой у Зенита. Олег Шатов. Кокорин. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. От углового флажка Зенит ведет мяч в игру. И им позарез нужно забить. Так что эта тактическая замена абсолютно оправдана. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Защита первая на мяче. Вынос. Олег Шатов. Есть хороший адрес для передачи. Ударище просто. Мимо. Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точный удар. Замена в составе Зенита. Олег Шатов. Перехват в центральной зоне. Алексей Ионов. Друзья, мы что будем смотреть передачи назад? Запрессинговал его совсем защитник. И мяч он выпустил за боковую. Бронислав Иванович. Александр Ерохин. Вандерсен. Мяч летит в сторону ворот. Зенит отобрал мяч у соперника. Динамо идет вперед. Разгадали замысел соперника. Они и завладели мячом. Зуба. Сыграно-то точно. А вот стоило ли? Игорь Смольников. Все верно. Края надо чаще задействовать. Надежно играет защитник. Атака прервана. Смольников. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Угловой удар мяч у московского «Динамо». Надо постараться удержать преимущество. Поэтому и происходит эта замена. Мяч летит в центр штрафной. Да. Вот так удар. Да. Не получилось у него прицельно пробить головой. И мяч отправился совсем не туда, куда должен был. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Навес. Штрафную. Зенит пробьет штрафной. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. «Динамо» начинает атаку. Слишком высоко мяч проходит. Ну вот, собственно, и все. Удар от ворот. С этой замены у них наверняка произойдут какие-то тактические перестановки. Им надо забивать. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что, возможно, это решающий момент матча. Хотят максимально поддержать свою команду. Около восьми минут до конца основного времени. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Александр Сапета. И выносится мяч из штрафной. Александр Ташаев. Белоголубые переходят в атаку. Грубо. Тут все очевидно. Будет штрафной. И выносится мяч из штрафной. И легко забирает мяч вратарь. Но с такими ударами этот голкипер справляется очень легко. Основное время игры заканчивается через две минуты. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Алексей Козлов. Немного сзади есть игрок. На него идет навес. Александр Сапетов. Атака очень перспективная. Ну же, последний шанс вырвать ничью. Защита первая на мяче. Вынос. Финальный свисток. Да, они проиграли, но были в шаге от сенсации. Представляешь, Константин, как сейчас чувствуют себя болельщики этой команды. Я думаю, они готовы буквально на руках носить своих любимцев. Действительно, и уже на следующую встречу им придется выходить в совершенно ином статусе. Теперь к ним будут относиться гораздо серьезнее. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok